Всем-всем огромный привет! Я приветствую вас на моем канале с новым влогом. Сейчас я иду в государственную больницу делать флюорографию. Думаю, что многие это дело не любят. То есть ходить в государственную больницу это просто ад какой-то. Но мне по работе нужно пойти сделать флюорографию, потому что у нас скоро медицинский осмотр. И у нас с этим очень строго нужно обязательно пройти. У меня уже срок, так сказать, просрочился. Погода, как видите, просто ужасная, серая, мрачная. Я такую погоду вообще терпеть не могу. Все такое мрачное настроение, тоже из-за этого мрачное. Состояние тоже не очень, но придется идти. Идем. Если что-то получится там снять, то обязательно для вас это засниму. Обстановка просто жуть. Сейчас ко мне приезжал курьер с сайта Ла Мода, потому что я заказывала вот такую кофту в двух размерах. В S и M. Это кофточка из магазина Concept Club, из новой весенней коллекции. У нас в городе их уже разобрали, потому что кофта... Ну, во-первых, она очень симпатичная, такой орнамент красивый. Плюс к тому же она из стопроцентного хлопка. То есть очень-очень приятный материал, и очень она приятная к телу. Я заказывала в двух размерах. Это размер S и M. В итоге решила оставить M. Мне дошел также размер S, но S была более, скажем так, по фигуре. А вот эта M смотрелась более свободно. И мне как-то, знаете, мне это больше понравилось, что она такая более свободная, смотрится как-то в ней комфортнее. Ну, в общем, решила оставить на размер побольше. Поэтому, если хотите, чтобы смотрелась как бы немножко более свободно, то лучше брать на размер побольше. Вот, я именно так и сделала. Материал вообще просто классный, очень-очень приятный к телу. Вот такая вот замечательная кофточка. Мне нравится LaModa. Очень часто там что-то заказываю, и поэтому я постоянно нахожусь в поисках в интернете каких-то бонусов, скидок на LaModa и так далее. И вот последнее, что я нашла, это был замечательный сайт плюс бонус. Хочу вам его показать, немножечко рассказать, потому что сама им пользовалась, и мне он очень понравился. Это сайт, на котором можно получать кэшбэки, то есть это возврат ваших средств денежных, то есть часть возврат денег от покупки. И также здесь есть различные бонусы и всякие разные купоны на покупки в интернете, в различных магазинах. Здесь очень много разных интернет-магазинов, то есть можно выбрать по категориям, именно те, которые вас интересуют. Вот, но, например, LaModa, как я и сказала, очень часто с нее заказываю. В первую очередь, конечно же, нужно зарегистрироваться. Вот, и, например, выбрать сайт, который вас интересует, например, как я и сказала, LaModa. Вот, и здесь перейти уже по ссылочке на интересующий вас сайт, и можно либо сразу же перейти в магазин, и там уже сделать покупки, либо, например, выбрать тот купон, который вас интересует. Тут разные скидки, прочитать условия и выбрать то, что вам больше всего подходит. Очень-очень много здесь не только LaModa, очень много разных других интернет-магазинов, очень известных, таких популярных. Также здесь все подробно написано, как получить кэшбэк, как получить части ваших денег, средства обратно, и данный сайт плюс бонус, чем мне он еще понравился, что он дает возможность как бы соединять два в одном, то есть получать и кэшбэки, возврат части ваших денежных средств, и также при этом можно пользоваться и купонами, то есть это получается двойной плюс, двойной бонус, таким образом, как бы получается двойная экономия. В общем, мне очень нравится, и после того, как вы совершили покупку через сайт плюс бонус, ваш кэшбэк появляется, например, в вашем личном кабинете. Вот сейчас у меня пока нет, вот, но также здесь все будет написано, сколько рублей, и можно вывести абсолютно любым способом, на вашу карту, либо же сделать перевод на телефон, либо через вебмани, на Яндекс.Деньги, в общем, любым способом можно сделать вывод денег, очень-очень удобно, поэтому действительно вам советую этот сайт. Вот ссылочку оставлю внизу, может быть, кому-то, надеюсь, что кому-то пригодится. Итак, я продолжаю снимать свой влог, а сейчас у нас уже следующий день. Вчера была пятница, когда я начала его снимать, сегодня уже, соответственно, суббота. Погода нас, опять же, не радует, всё такое серое, мрачное, грязное. Как всегда, март встречает, ну, ещё не март, сегодня 28 февраля, завтра 1 марта, воскресенье. Ну, март всегда нас встречает именно такой вот грязной погодой, серыми, мрачными буднями. Вот, ну, ладно. Сегодня у меня... Сейчас я иду на такую процедурку, вернее, не на процедурку, а, в общем, на наращивание ногтей я иду. Уже достаточно давно записалась, очень рада, что наконец-таки сегодня иду. Вот именно была такая запланированная у меня дата на 28 февраля. Иду к своей девочке, к мастеру, к которому я всегда ходила делать шлак. Как вы знаете, уже где-то на протяжении года, даже, наверное, уже полтора года я хожу к одному тому же мастеру, всё время делала у неё шлак, то есть уже на протяжении этого времени я достаточно давно сама не занималась своими ногтями и сама как бы ничего с ними не делала. Вот, всё время ходила именно к ней. Вот, но последнее время, знаете, мне как-то надоел шлак, потому что всё равно как-то бывают моменты, то, что там он может как-то отколоться или ещё что-то. Ну, в общем, бывает такое. Причём шлак, он не исправляет природную форму ногтей, то есть он просто, ну, просто покрывает ногти гелем, да, который дольше держится, чем обычный лак. Вот, но форму ногтей не исправляет, а мне как бы не очень нравится моя форма моих ногтей. Вот так сейчас они выглядят. Абсолютно моя естественная форма ногтей, естественный вид, который мне не очень нравится. И с помощью наручных ногтей я хочу это изменить. Конечно же, вы скажете то, что, Катя, зачем тебе это надо? Нарочные ногти тоже колхоз, никто их не делает. Да, я с вами соглашусь, что, конечно же, длинные, там, жуткие, с какими-то непонятными рисунками наручные ногти уже никто давно не делает. Но, знаете, обычный аккуратный френч, который я и хочу сделать, никто никогда не отменял. Тем более, если, как бы, своя природная форма не совсем устраивает, как меня, например, в данном случае, то почему бы и не сделать наращивание ногти? Я не вижу в этом, как бы, ничего плохого. Вот, напишите, что вы об этом думаете, потом я, конечно же, вам покажу. Да, конечно, пейзажи тут очень красивые. Это, конечно же, вам не лакшери сегмент, не Нью-Йорк. Обычные российские улицы. Да-да, смотрите, граждане, на Россию называется. Вот, ну, извините, это, конечно же, такой немножко отшиб города, поэтому тут так не совсем красиво. В центре, конечно же, нормально. Вот, ну, в общем, если мне удастся что-то снять, то я обязательно это сделаю, окей? Ну что, уже возвращаюсь я. Сделали сейчас наращивание. Вот такие вот у меня ноготочки получились красивые. Сейчас вам вблизи еще их покажу. Вот, что я буду делать сейчас. Сейчас я пойду со своей мамой и с ее подружкой. Пойдем мы в кинотеатр, в кино посмотреть фильм, который называется «Леди Баттери». Или как-то кровавая, да? «Леди Баттери», по-моему, так. Вот. Фильм, основанный на реальных событиях. Все, думаю, слышали об этой княгине Баттери. Вот. Будет интересно очень посмотреть также фильм. Итак, вот что получилось. Вот таким вот образом выглядят мои нарощенные ногти. Мне кажется, очень симпатично получилось, красиво. В то же время они выглядят очень натурально, потому что я их сделала не слишком длинными, а такими достаточно натуральными их оставила. Вот. И форма мне тоже очень-очень нравится. В общем, я осталась довольна. «Леди Баттери» Ну что, я уже вернулась с фильма, такая немножко потрёпанная, потому что уже достаточно поздно, уже 11 часов вечера, то есть мы ходили на такой поздний сеанс. Что могу сказать? Мне фильм на самом деле понравился. Во-первых, Светлана Ходченко, она просто бесподобна. Мне, например, она очень нравится как актриса. Я знаю, что многим, например, она не нравится, но тем не менее, согласитесь, она добилась очень многого, что её приглашают сниматься в такие фильмы. И мне она лично нравится, она безупречно, на мой взгляд, сыграла. Конечно же, у неё такая немножко холодная внешность, везде как-то у неё эмоции одни и те же, ну, похожи во всех фильмах, но мне она всё равно нравится. В общем, мне фильм понравился, как сыграла Светлана, мне тоже очень понравилась. История именно в этом фильме о графине Баттери, конечно же, несколько другая, чем, например, в книге. Если кто-то знает, ну, вот, может быть, кто-то читал книгу, вот, я, например, читала. Вот, и также, конечно же, в фильме, который был выпущен в 2008, по-моему, году, тоже там другая совершенно история, в этом фильме тоже другая история. Графиня Баттери, конечно же, она существовала на самом деле, зайдите в Википедию, то есть об этом можно совершенно спокойно узнать, но, конечно же, никто не может подтвердить, действительно ли она была такой кровожатой убийцей или нет, это лишь только какие-то исторические факты. Фильм, конечно же, это всё-таки сюжетная история, то есть что-то, конечно же, было на реальных событиях, по крайней мере, то, что была такая графиня, всё остальное, то есть сюжетная история. Мне фильм понравился, он, знаете, там нет ничего такого ужасного, то есть никаких сцен, как она кого-то там мучила, то есть особо ничего ужасного там нет, но фильм, целый фильм, на протяжении целого фильма он держит в напряжении, то есть ты всё время находишься в напряге, ждёшь, что же там будет дальше, плюс вот такая музыка очень мрачная и создаётся очень мрачная обстановка, вот. Но в целом я осталась довольна фильмом, я абсолютно не пожалела, что сходила, поэтому если вы любите такие вот мрачные фильмы, то это именно то, что вам нужно. Итак, сегодня уже следующий день, воскресенье, я уже проснулась, позавтракала вот, и сейчас я пойду в салон на коррекцию бровей, хочу, чтобы мне их покрасили краской, потому что, в принципе, я могу это и сама дома делать, но сейчас у меня, во-первых, и краска закончилась, ну и просто как-то захотелось сходить в салон, чтобы мне сделали это в салоне, посмотрю, как мне там это сделать. Последний раз у меня был не очень удачный опыт, летом мне делали, мне не очень понравилось, я пойду сегодня в другой совершенно салон. Как всегда, если у меня получится что-то снять, то я обязательно вам сниму и покажу, и потом, конечно же, результат того, что у меня получилось. Вот таким вот образом мои брови выглядят абсолютно без коррекции, без окрашивания, без подкрашивания карандашом. Вот такие вот они у меня достаточно светлые, как видите, такого же цвета, как и сами волосы. И все, теченки заходят с вами в салон красоты, немножко опоздали, но надеюсь, ничего страшного. Вот такие вещи между собой, по цветам. Мне нравится все смешивать, обожаю платья. Так, я Iron B исполнительница. Не хочу выглядеть по-обычному. Девчонки, ну что, я только что вышла из салона, сделали мне коррекцию бровей. Вот так сейчас мои брови выглядят. Если честно, я абсолютно не ожидала, что из моих бровей можно сделать такую нормальную форму. Мне лично очень-очень нравится вот эта форма, которая у меня получилась, плюс отношение к клиентам очень хорошее, сам салон симпатичный. Поэтому я осталась очень довольна. Сейчас, правда, есть немножко такое покраснение, потому что, ну, бровки выщипывали, но в целом мне очень-очень нравится. Я теперь буду, наверное, постоянным у них клиентом. Приятного аппетита. Очень симпатичные блузочки. Прочерненькая, прикольная. Продолжение следует... Зашла в примерочную. Такая малиновая блузочка, очень яркая. А вот это вообще очень интересно. Смотрите, как она сзади сделана. Прикольно. То есть спереди просто блузка, а сзади такой элемент. Прикольно. Вот, как она сзади здесь. ПрONGЛЮМ. Прикольно. Так, ч fitnessкуự absent Suppens언... Прикольно. Субтитры сделал DimaTorzok Очень красивый лук на манекене, вот этот который с сумочкой Очень стильно смотрится Сейчас в Афикс Прайсе решила своей кошке купить вот такие вот игрушки Сейчас мне пришла еще одна посылочка от Бершки с официального сайта Бершка онлайн, вот сейчас ее распаковала Вот так вот она выглядит Шоп онлайн, Бершка, курьер принес все Заказывала я только одни джинсики Сейчас вам покажу Тут как всегда Бершка кладет различные всякие брошюры Вот возврат можно сделать, если вдруг вам не подошла вещь И вот такие вот джинсики я заказала Размер S, они такие вот, знаете, как типа состаренные, такие ретро джинсы Симпатично, кстати, смотрятся Мне очень понравились они Размер подойдет, потому что в Бершке я всегда заказываю именно S Ну вот тут всякие накладные Это пакет для возврата, если вдруг вам понадобится вещи вернуть Качество тоже хорошее, Бершка мне очень-очень нравится И сейчас снова ко мне приехал курьер Да, у меня такая неделя каких-то заказов получилась В первый раз вообще в жизни я совершила покупку в магазине Pool & Beer В нашем городе его нет Когда я была в Воронеже, то заходила в этот магазин Мне он тоже понравился, но ничего не купила И тут вот зашла на их сайт официальный И много чего мне там понравилось Но решила заказать пока на пробу только лишь одни джинсы Вернее, такие джиггинсы Вот онлайн-шоп Pool & Beer Доставка фирмой СПСР Транспортной компании, вернее Что могу сказать? Упаковка у Pool & Beer Не такая классная, как Бершка, например Доставляет свои заказы Или же Страдивариус У них все идет в такой картонной красивой упаковке Здесь все же выглядит гораздо проще Вот в таком вот обычном пакете Но тем не менее Джинсы я заказала вот такие джиггинсы Сейчас вам покажу Размер 36 Ну или 26 В общем, как-то так В общем, такие джиггинсы тоже Они под старину сделаны Мне такие понравились Сейчас они очень в моде Мне понравились именно эти джиггинсы Тем, что они еще более светлые, чем те, которые из Бершки На весну будет супер И у них очень высокая талия То есть, видите С высокой завышенной талией Конечно же Это очень-очень модно И спокойно смотрится Она уже ушла Куда? Домой Все, вышла А, то есть она пошла на занятия Катя Не знаю Вот В общем, вот так Ну все, буду с вами прощаться Большое спасибо, что вы посмотрели Мое видео Всем всего самого хорошего И всем-всем пока До свидания